Кроссовер Fiat? Нет, не слышали. Давно. Потому что если не считать полноприводные панды и тому подобную специфическую технику, то у целого Fiat один единственный паркетник 500X на весь глобальный рынок. И так будет ещё долго, ведь совершенно новый Fiat Pulse разработан в Бразилии и предназначен для Латинской Америки. А жаль, машинка получилась ладная. В её основе бразильский же хэтчбэк Fiat Argo, но для паркетника придумали собственное оформление передней и задней части и логотип в виде простой надписи Fiat вместо круглого медальона. Интерьер у Pulse совершенно оригинальный. В топ-версии тут 7-дюймовые виртуальные приборы и 10-дюймовый экран медиасистемы. Красная кнопка на руле активирует режим спорт, но едва ли его поддержит техника, ведь двигатели простенькие. С 5-ступенчатой механикой или вариатором сочетается 4-цилиндровый атмосферник, который на бензине развивает сотню сил и чуть больше на этаноле. А ещё есть литровая турбо-тройка, в которой положен 6-ступенчатый автомат и электронная имитация блокировки дифференциала. Естественно, переднего, ведь кроссоверу с полузависимой задней балкой полный привод не достался. И снова жаль. Добавить бы сюда версию 4х4, поставить локализованный в колуде турбодизель и продавать миллиона за полтора. Но нет. Осенью Fiat выйдет на рынок Южной Америки, затем, возможно, в Индии. А нам суждено наслаждаться дизайном новой креты. Помните бразильский Volkswagen Nivus? Понимаем. У Volkswagen кроссоверов как молекул в океане. Представленный год назад купеобразный родственник паркетника T-Cross и хэтчбека Polo был адресован Латинской Америке. Но вот и европейская версия. Модель переименована в Тайга и отличается деталями. Бамперы переоформлены и окрашены в цвет кузова, перерисованы задние фонари. Но кузов остался прежним. В упрощенном смысле Тайга — это приподнятая версия европейского хэтчбека Polo. А платформу MQB A0 используют еще T-Cross, T-Roc и свежая Skoda Fabia. У Polo взят и интерьер с цифровыми приборами на 8 или 10 дюймов, 7 или 9 дюймовые мультимедиа и другими Volkswagen'овскими элементами. Набор агрегатов тоже хорошо известен. Это две литровые турбо-тройки и четырехцилиндровая полторашка, которые сочетаются с 5- и 6-ступенчатой механикой, а также с 7-ступенчатым преселективом DSG. Привод, разумеется, передний. Собранные в испанской памплоне Tiger зайдутся по Европе, Турции и Северной Африке. На появление новичка в России мы не надеемся, ведь родственный T-Cross нам обещали еще два года назад.